всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала сегодня мы практически спонтанно на ходу собрались на рыбалку заехали прямо удочку купили леску кальмаров на что мы будем ловить едем мы через амур по нашему мосту видно что по амуру уже идет сюда погода просто мы едем на рыбалку под низом под этим мостом срай идет железнодорожный мост спаренный сегодня мы сегодня мы едем рыбачить а что мы будем ловить это большой секрет мне друг артур сказал что тут водятся гигантские монстры гигантских размеров будем ловить крокодилов леска у меня 012 014 до автор сам не тут выбирал комплектовал снасть сейчас мы будем ловить монстров все приехали мы с артуром на рыбалку поймали двух ротанчиков начинаем пробовать обдолбились клюет слабовато народу здесь я смотрю хватает говорил тут в прошлом году по 800 грамм да что пока не видно отошли куда-то что пока не видно отошли куда-то убежали слышь да стайка отошла монстров собрались на скоряк купил себе удочку сам москву кивок леску все это дело встало клюет поклевка было дернуть смотри давай давай походите за ротанами дохлый какой-то вся короче оснастка мне сегодня встала 8 долларов правда мормышка не входит в это все артур дал мормышку ну вот это вот этот мелкий мелкий да этот мелкий граммов может быть 100 чуть удочку не уместно кстати заметил ловим на кальмаров на щупальце кальмаров на такую мормышку честно сказать я признаюсь честно в первый раз вообще как бы на дальнем востоке на зимней рыбалке раньше я в детстве хорошо рыбачил на западе окуня плотву всю ерунду вот ротану вообще первый раз в жизни ловлю все заметил больше клюют даже на стоячку чем начинаешь подергивать да какие-то они сегодня неактивные кстати вот тестирую уже весь сезон вот такую фирму от ардент он короче позиционируется как кондиционер шнуров чтобы дальше кидалось не изнашивалось ну и типа как водоотталкивающий и обладает противообледенительными свойствами но сейчас не очень холодно вот я попробовал его уже и отдельно я про это сниму как бы видео но я леску фыркнул в этой ерундой скажу вообще не обледеневает ни капельки но тартур говорит у нее чуть-чуть обледеневает артуре не фыркал да у меня смотри даже ни одного комочка на леске нету самое что интересно это самовская оснасть обошлась по сути дела в копейки для рыбалки на горной реке на хариус ну удочка сама встала в 150 рублей еще 140 рублей смены на зимние рыбалки на наживе костюм брат это зимний костюм а я думала наживка начинаем делать вернее я начинаю делать первые шаги зимние рыбалки на дальнем востоке но турбитом тоже горит не высокий специализа немного рыбачил ты первый раз да но я 5 это 5 собрались два профессионала мне ну хоть трех шутчик поймали артур одного маленького отпустил люди здесь вот с местными старожилами разговаривали они вообще берут ротана и на его мясо до или на нарезку как тут правильно да ты чё я будем его вручную смотри красавицы ротанишка вы мутили вы мутили ой смотри у него какие-то типа пиявок паразиты смотрим лишь поджаберными крышками он смотри какие они пиявки нет какие-то виды паразитических по рукам у меня заползали а это в траве живет такая по вкусу ему оказался мой кальмар салат из кальмара по восточному сделан 20 октября да как бы свежак да ну и сразу же и мы закусываем да это я вот там при такой прикормил подожди 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 стой 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 не напугай два раза прикинь сходит у меня уже о у меня уже клюет сразу же только то есть вот такой я тебе говорю больше этого два раза вот просто пиздец вот он о ротанчики перехватил у друга у тебя еще другой был большой да еще больше этого был не фига сера ротанища вот такой там буро это еще не самый это еще не крупный красавец я у него хавалка вот пожалуйста рука смотри а чем-то я смотрю прикармливаете чем-то да я взял а не нормально прикорма обычно кинул чтобы малек крутился потихонечку вроде сработало да так сыпанулся числетняя рыба что попробуем сыпать да ну зачем ну я гляжу малек крутится а крутится глубина хорошая ну вот такая вот пошли наших дергать ротанеллов вот он сейчас здесь по любому стоит ну клевал сейчас я видел кстати да вот нам сейчас человек рассказал историю такую забавную что ротаны это чисто местные дальневосточные рыбы да 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 развиваться сейчас везде по всей россии я не смотрю ну я вот сколько сейчас мне 50 так 51 я с 7 лет наверное их ловил ну то есть сколько уже 44 года у меня вот есть о опа о ротаны клюют артур это друг будь любезен долбанина меня тут уже соседние крайние поклевки у артура сколько мы тут часика 3 посидели до около того улов у нас небольшой такие у нас из-за этого ну пасть большая сходы я просто выдираю у него и спасти завтра будет который жадно как ухватнул тут уже попадается до его вынимаешь и на берегу вернее на льду уже это срывается вот небольшой наш уловчик ротанов и всякие большие как всегда ушли как говорят рыбаки да ну да повеселили все таки это небольшие артур горит тут есть грампа 800 до вот раза раза в полтора точно и мы все-таки открыли как бы сказать зимний перволёдочный сезон для меня это вообще первая рыбалка зимняя на дальнем востоке кондиционер шнура реально от замораживание помогает до сегодня побрызгал и и три часа я сегодня ловлю безо всяких проблем вот смотрите видите вот она видно прямо обмерзает в артура у меня прям вообще ни единой этой даже не капельки воды ничего да я думаю в камеру а вот сейчас уже с чисел убрал вот она шуга да вот он у тебя даже видно смотри он здесь я прямо это у меня вообще не замерзли полосе а у тебя смотри а у меня вообще ни единой это нету прям как это ну а у меня даже кивок я просто про фыркал да мне даже кивок не обледене хотя кивком даже воду отпускаю глубину мере и представляешь а ну штуковина так я фыркнул все один раз ладно бы хоть там за рыбалку несколько раз там фыркал да я буквально фыркнул вначале пока леска сухая была вот но не мокрая вот еще видно да смотри она как мокроватая видишь леска у меня вот я вот это вот фыркнул штуковиной в теме завтра будет веселей да я поменяю себя снастучу а вот артур это мормышку уже приватизирую да приватизируете эту мормышку ты посмотри какие нибудь там тоже всякие толковые такие побольше крючочками проблема в том что сходит из-за того что пасть большая а кальмары жестковатый вот учишь не пробивая что кому-то ну чуть-чуть тут пробьешь такой да смотри возьми сейчас этот крючок возьми держи удочку держи и посмотри вот на эту пасть надо даже нигде не зацепиться таким этим крючком такую пасть от этого у тебя и сколько ты штук 3 до поймал сегодня ну а все остальное я на тебя потому что у меня мормышка большая и крючок большую чисто вот такие нюансы получились за следующий раз я тоже значит надо эту пробуду побрызгать побрызгаем и купим новые но приманочки остасточки ну и попробуем еще раз у нас будет повеселее или муж этот 10 пролюбность типа я вот видел это саня с канала простая рыбалка кстати саня тебе привет смотреть будешь ты там вот тоже ротанов ловишь там мотыль этот беркли как-то там ароматизированный пробуешь у нас продается такая штука дается многие ловят просто и опарыш это уже такие же там пенопласт цветной пенопласт продается красный желтый зеленый всякий раз на пенопласт тоже может купить на остатки на крючок просто одеваю попробуем купим у тебя мотыля но ты ну чисто это ну чё баночку купим мяку я куплю 700 рублей баночка 700 рублей баночка такая маленькая баночка 180 рублей ничего себе опарыши черви я тебе скажу а салат сколько стоит по дальней восточной 100 рублей плюс я его сам поел тогда мы не будем наверное изменять нашим традициям да мы просто купим завтра нормального замороженного кальмара из него сделаем тонкие ломтики которые будем одевать на крючок тонкий наверное а я кстати нашу тоже кончики брал вот этих щупальцев чтобы типа играли за самый кончик нанизивал что-то как-то он не оценил мою эти вот так и рыбачили да 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 вот тоненький и закончится пляж ему играет на крючке просекается речи потому что тоньше да тут же нюанс какой я заметил было даже кальмар не пробиваешь вынимаешь он даже кальмар не пробил кручок когда на точилку возьму свою тул на русскую заточим такая вот штука смотри одного аккумулятора целый день хватило снимать при том что как бы прохладить сильно холодно у меня еще он запасной он лежит слышкой совсем видишь да нету есть какой пакет мелкий пакетик то всего надо всего ничего ну теперь я стал счастливый обладатель удочки зимние которые у меня не было а которая кстати будет информация в обзоре да 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 информация будет в обзоре трубочку салма ну-ка подержи его буду закидывать наших ротанчиков и рюкзак потом положишь слушали такие как эти поровни поровни так как тут как поровни вот здорово сильно красавчик да ну ну не знаю но килограмм железно-бетонный ага ну пойдем как раз красивый такой закат и мы с артуром собираемся домой всю нашу снарягу забрал всем рекомендую пешня тонар сделала в барнауле не надо знаешь когда у нас тут зимой то наверно когда промерзнет повеселее такой-то я вот такой вот пешной долбил лунки метр метр метро полчаса 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 метр долбить у нас сегодня все таки смена лунок дала результат хороший то что мы обдавливались я заметил вот одна лунка была в первый раз стали на мели потому что в этом месте видимо какой-то свал ямка и в этой яме он базируется как раз ну и сама глубокая и стала тоже где поменьше рыбы тоже не было она вся была вот именно по центру там где глубина не было кстати говоря травы в траве его не всегда в траве не было да чисто одно было не чисто мне клево одно просматривалась как бы такое песчаное одно то есть это место где ему трава не мешает но питаться находить себе пищу ну да вот такое у нас открытие зимнего сезона получилось ну вот уважаемые кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до свидания до новых встреч